всем доброго времени суток меня зовут надежда я рада приветствовать вас у себя на канале сегодня покажу вам как вяжется собираются вот такие вот тапочки слитки это уже второй вариант на моем канале подобных один же вышел в формате сегодня они вот такие с отворотом даст такими ушками как я их называю тоже из мотивов связанные на 42 размер они меняться под заказ размер 42-43 вот захотели именно такие я покажу как они собираются вы же можете связать из того цвета который нужен вам и на любой размер отрегулировав величину ваших мотивов так давайте приступать к следочкам кому интересно как они вяжутся собираются оставайтесь со мной и я подробно покажу само вязание данных цветков у нас начинается именно с мотива в моем случае это самый обычный бабушкин квадрат мотивы именно должны быть квадратными на я сегодня не стану с вами провязывать именно мотив поскольку вы можете выбрать любой мотив в которой нравится вам который вы умеете вязать либо по схеме либо по видео из ютуба или с интернета как связать такой квадратик до бабушки я оставлю вам ссылочку в правом верхнем углу он меня вынесет отдельно если вам нужно пройдите посмотрите свяжите сначала квадраты да и затем вернетесь будем продолжать с вами собирать если же вы не хотите именно такой квадратик да вы можете выбрать именно квадрат который нужен вам да и связать тот квадратный мотив который вы хотите можно вязать как однотонные так и цветные мотивы абсолютно такие какие нужны вам в моем случае это повторюсь квадраты у меня получается 1 2 3 4 ряда квадрата с дырочками с проемами и пятый ряд у меня замыкающий получается идет плотный квадрат кайма так как бы кайма такая да столбиками без накидов уже именно без воздушных петель так сколько квадратов нам понадобится до данного вида следков по 8 штук на каждый следок то есть на пару вам нужно 16 квадрат до раскладка я зарисовала небольшую схему я не художник но вы чем не менее как раскладываются квадраты смотрите возможно если вы собирать сообразите из раскладки да как он собирается вы можете его собрать самостоятельно смотрите и 4 квадрата у нас идет на подошву давайте я возьму манекен и чтобы вам визуально было видно да вот четыре квадрата у нас идет на подошву вот он один квадрат второй квадрат третий и четвертый то есть два квадрата идут и полностью по подошве и два квадрата идут боковых вот один квадрат вот этот так и вот здесь второй квадрат первый квадрат это у нас вот этот да и дальше у нас идет один квадрат на задник и два квадрата у нас получается в одессе вот эта часть вот итогу 8 квадратов я использовала в модели красную обвязку у меня обязаны столбиками без накидов вы можете обвязать той нитью которая вы вяжется светлой той той же да они все того же цвета либо же не обвязывать вовсе как вам нравится дальше что можно еще здесь применить здесь можно пришить либо бант либо цветочек либо еще что-нибудь девчонки привязывают делаю здесь завязки на из помпонов я остановилась решила сейчас их пока не делать оставить так как есть но как вариант можно связать еще цепочку допустим из воздушных петель и дальше начинать обвязывать и сделать здесь завязки и пришить помпоны тоже будет смотреться сильно это уже по вашему желанию украшать можно тоже чем угодно я оставила классику здесь можете включить свою фантазию да как я начинаю собирать я четыре квадрата ложу сразу собираю да это у нас получится вот это вот сторона 2 3 4 5 квадрат да вот так чтобы вам было визуально понятно я сшиваю данную модель по изнаночной стороне немножко манекенчик подлина чтобы вам было видно по изнаночной стороне вот я положила сейчас мои квадраты 4 штуки лицевой стороной вверх и просто складываю квадрат лицо в лицо и сшиваю самым обычным способом да изначально вот нахожу углы и начинают шва с углов хвостик здесь я никак не фиксирую и я не делаю узелка потому что по из трикотажному полотну повязанным узелочек будет проскакивать поэтому в трикотаже я стараюсь узелки не делать чтобы потом не было таких форс-мажоров когда шов наш распустится и теперь смотрите у нас идет столбики да вот у нас проема между столбиками идут вот здесь сами а есть такие дырочки как бы над столбиком вот над каждым столбиком есть такие вот дырки вот они одна вторая вот третья да и сшивать и сшиваю я вот именно по этим дырочкам прихватывая одновременно вот первый первый стежок я делаю я завела уже до месяц иглы и вывела на обратную сторону делаю в то еще один стежок сюда же углы дабы зафиксировать нашу нить ниточку может составить по длине чтобы лишний раз не отрезать ну не отрезать ли нить от матка дальше фиксируя вот под нить заводим иглу заводим иглу нашу в эту дырочку над столбиком под обе дужки по именно которые у вас получились мотива дальше второй мотив опять же таки вот она дырочка до заводим сюда и просто прошиваем так получается у родни и сшиваем наши все четыре массива в одну полотно так протягиваем здесь вот эти хвостики мы потом попрячем их можно подкак подклеить так и попрятать самостоятельно значит сшиваем сейчас вот это вот этот квадрат потом сшиваем вот эти два квадрата рядом которые у нас лежат и потом их сшиваем вот так то параллельно предлагается к 4 квадрата сшиться настоятельно и продолжим уже с вами дальше мы собрали с вами четыре мотива воедино теперь мы будем пришивать вот эту часть то самый сок мы берем следующий мотив с вами складываем опять с лицевыми сторонами вовнутрь вот так к вершине к нашей и собирать мы его будем следующим образом мы сложим вот эти боковые части которые у нас находится вот здесь так он сложим их вот так пополам так и сшивать мы начнем вот с этой стороны берем соединяем вот эти стороны так берем их в руки и начинаем опять же сшивать от угла именно получается что мы соединяем сшиваем эту сторону потом видим сюда сюда и заканчиваем вот здесь сшиваем все четыре стороны и начинаем сшивать от угла также как сшивали четыре массива до от угла начинаем сшивать завозим нашу нить опять же таки я оставляю немножечко хвостик чтобы он не завязывать узелок здесь первую первые проколы я делаю дважды в угол мне так удобнее но в принципе вы можете сшивать повторюсь любым удобным для вас способом сшиваем эту сторону все четыре стороны мотива самостоятельно и возвращаемся будем собирать следочек дальше мысок нашего следка мы уже пришили теперь мы будем пришивать с вами вот эти вот части отворачивающиеся нашего следка каких называю ушки следка да мы берем следующий мотив можно здесь данном случае низ не обрезать то мы берем следующий мотив мы поскольку мы пришиваем с изнаночной стороны у нас лицевая сторона мы складываем опять же таки лицевой с лицевой стороной по идее мы должны пришить ее сейчас вот так и мы складываем лицевую с лицевой закладываем его внутрь и продолжаем сшивать вот эту вот стороны от нашего угла мы сейчас проведем иголку под угол вот этот и заведем сюда же вот во второй мотив наш до уголочек так и продолжаем сшивать не обрезаю при этом нить вот эту вот сторону также как и сшивали соединяя угол с углом вот так продолжаем сшивать вот эту сторону предлагают сделать самостоятельно я закончила сшивать вот эту сторону сделала такой зажим узелочек и обрезала нить чтобы она мне не мешала теперь нам такое же ушка нужно пришить к этой стороне мы его опять же таки прикладываем лицом с лицом лицевыми сторонами внутрь и пришиваться вот так вот начинаю отсюда вода опять же таки берем иголку с ниткой складываем наши углы вот они да еще находим один угол и второй угол и пришиваем второе такое вот пушка отдельно стоящие что называется к второй стороне противоположной чтобы сохранять так называемую симметрию пришиваем его с противоположной стороны от угла до угла пришиваем самостоятельно и возвращаемся будем собирать садик нашего следочка дошила я до эту сторону до конца обрезала нить за увязала хвостиком таким и оставила хвостик чтобы его можно было спрятать на данном этапе у меня получается вот такая вот конструкция и у нас с вами остался задник под этот до последний наш квадратик мы его опять же таки складываем лицевыми сторонами внутрь вот так и как мы его сшиваем мы соединяем вот эти две стороны наших ушек соединяем их вот этим квадратом так одно ушко вот это с этой стороны и второе ушко вас этой стороны и получается мы вшиваем квадрат наш полностью начинать я буду вот отсюда от верхней точки сшиваем вот эту сторону потом пришиваем это продолжаем сшивать эту сторону и возвращаемся сшиваем четвертую сторону нашего слитка сшиваем к мы как обычно и сшивали повторюсь сшиваем вот этой верхней точке чтобы идти нам по кругу по всем и четырем сторонам опять вводим уголку наши углы выводим ее на обратную сторону и просто сшиваем по нашим вот этим точечкам как я вам показывала самом начале делать тем самым делая два прокола иглой в углы для более прочного соединения и далее мы сшиваем по всем четырем сторонам делая проколы над столбиками с накидом которые у нас идут вот здесь то сшиваем все четыре-четыре наших стороны и так я до собрала до сшивала свой следок и он мне сейчас находится на изнаночной стороне теперь мы просто его выворачиваем на лицевую сторону нашего свитка до следочек полностью так вывернули в принципе его можно не обвязывать ни с чем да выглядит он вот так вот если мы его положим на стол выглядит стану вот так вот так вот у нас загнутыми вот этими ушками и мне осталось сделать обвязку обвязку я буду делать загибая то есть я загну вот так и получается уже обвязку буду сделать вот здесь по получается по как бы или свой стороне чтобы вот у нас лицевая сторона а здесь изнаночная дальше по изнаночной стороне буду делать обвязку красным цветом столбиками без накида в принципе обвязку вы можете сделать абсолютно любой либо же не делать вообще можете обвязаться рачьим шагом можете обязать любой каймой которая нравится вам может связать как нить контрастного цвета можете взять нить вашего основного цвета из которого вы вязали мотивы в принципе обвязку можете взять абсолютно любую я сейчас не буду акцентироваться и показывать в кадре столбики без накида я думаю что их умеют вязать абсолютно все поэтому делайте самостоятельно уже обвязку которую нравится вам здесь можете при желании я уже повторюсь пришить застежку либо украсить помпоном здесь как было по вашему желанию в итоге вот такие вот цветки тапочки у нас получаются вяжутся просто легко из любых мотивов и связать можно на любой размер у меня связаны они на большой размер на очень большой как можно отрегулировать размеры это величиной крючка до подобрать большую точку либо меньше если вам нужны меньше и маленький размер то связать не 5 рядов квадратах у меня например 3 или 4 у меня связаны мотивы столбиками с одним накидом например можно вязать столбиками с двумя накидами и вязать 3 рядов а не пиаска у меня можно взять пряжу потолще либо потоньше например да и взять крючок не троечку как я писала а двоечку то есть именно регулируется рядами мотивы до к их количеством и столбиками можно например последний ряд вязать не столбиками с одним накидом а например столбиками без накида я надеюсь понятно будет с размером с его регулировкой здесь уже пробуйте все квадратный размер я методом про просто проб и ошибок что называется да здесь пробуйте регулируйте и вы сможете связаться такие следочки тапочки на абсолютно любой размер я надеюсь было для вас сегодня полезно у меня на сегодня все спасибо за внимание и пока